баунти хантер четвёрка это он ой форс мне кажется форс погибает здесь да пытается сделать тп и дорогие друзья это мог бы быть фб но фб уже был и по что бустер умер в соло на линии его даже никто не гангал уууууууууу бустер ты чё нас это конечно странная история то есть умирать один в один на миди это в принципе такая себе вещь но как-то на пангольере против тени ну си не может убить героя собственно Он вот как вот сейчас и сделал, но Как-то вот на пангольере Ну, короче, странный моментик Как это назовем Ой, тут какая-то Ёбка непонятная под вышкой прям происходит С кем мы пытаются за... С кем мы пытаются Заскамить? С кем погибает, кстати Роджер Больно ему Ну-ка, Антарес О, Антарес Забил просто Да, Баутихаттер может Вырасти большим С такими темпами, с таким-то стартом Убилен ДНГ с кем? Сальц использует Пизды выхватывает Киатака забирает фраг Роджера здесь начинают душить Но подходит сюда Кокс Кокс убивает героя одного И на самом деле нападают еще и на героя второго И убивают его тоже И Киатака здесь чисто пофоткал Из-за куста атак поснимал Подглядел, так скажем А, и ушел Вот Ну, а дровка уже в миде Четвертый левел Прокачки у дровки В это время у Лины седьмой Ну, дровка пятая Опнула прямо сейчас Да ладно, прочитаю после игры, ребятки Если не забуду Надеюсь, не забуду Забрали все-таки барча Но Кокса в миде пытаются разменять Саленс на Юраги Но Юраги просто наручную принимает Кокса здесь И все Тиня погибает 2000 хеллорезер сведут Тем временем Это просто говорит, что примерно равные шансы на победу Ой-ой-ой-ой Жестко Здесь барыч ворвался-то во всех Очень жестко Конкретная ёпка началась Антореса пытаются прогреть форс Забирает его Еще и Солыча здесь Душат Солыч Дикей раздает На развороте Дерется один против всех Солыч Леха Гречки рассыпали, Лехи Покушал Леха гречку Но если так продолжит играть То скоро поедет, блин Домой Там гречку будет кушать-то Стоп, стоп Досмотри до конца Что лучше Взять CSGO Prime За 1000 рублей в Стиме Или за 100 рублей на Лол Стим Я думаю, выбор очевиден Лол Стим Это честный и безопасный сайт Где ты сможешь найти дешевые аккаунты По любым играм Глипнер на Миди Форса Хотел взять Загузно потрогать его Ой-ой-ой Форс Что ты будешь делать Ну ничего, он не будет делать Ультимейт успевает запустить Перед смертью И ультимейт этот, возможно, помог убить Кстати, Энигму Ну, размен такой вот один в один Произошел Пока все убивали Фуриона На другой стороне убили Собственно говоря Энигму Кокс на хосте У него есть блинк Да, Гергер Если что, он готов ворваться Но он один Один он ворваться не будет Нужна поддержка какая-то От Тимки От Тимка занимается чем? Хер его знает, чем занимается Тимка Кокс Прикрывает его Барыч Ставится Томба От Томбы Все отходят Братром Впрочем, иного мнения Но сквозь Томбу все бегут Драка под Томбой Это не лучшая идея Ребят, я вам это заявляю Авторитетно Драка под Томбой Это идея Говнины Вот в итоге Томба их побила Побила Они потратили еще Кучу времени Ломая эту самую Томбу По итогу Минус 2 героя уже И вполне вероятно Еще кого-нибудь могут потерять Ну ладно, никого больше не теряют Но эта драка была без Лины Которая тут вообще не находилась И также эта драка была без НЧ Которая по какой-то неведомой мне причине Тоже занимается тем, что фармит Какого хера он фармит на НЧ Я не знаю, но Возможно его покусал Пупей И почему он играет без Ботинка Кстати, это тоже вопрос На который нет ответа НЧ, конечно, быстрый герой Но все равно не настолько быстрый Чтобы играть без Ботинка Киатака Ой-ой-ой Кокс, Кокс Он все еще жив А-а-а Китак сел ему на лицо Это бустер Ультимейт Фуриона Полетел Бустера прибило Солча сажают на стрелу Замедляющую Но что-то тут на очке Уже у нас схема компании Потому что подошел рядом Антарес И все Алина опять Ходит качаться Так Что-то тут какая-то еба не началась Мейро погибает Пытаются Кокса Разменять Дровка много дэмэджа делает Надо быть аккуратнее Но Лина делает дэмэджа Не меньше, конечно А, может быть и больше Да, получается больше Киатака дальше покатился Киатака Не ноль Ноль очка Человек без очка Человек без очка Это бустер Киатака Оооо Просто человек без очка Ребят И вот он уже поднимается на топ-2 над ворсом. Ну, хотя он на нём и был. Отличный собутыльник. С кем? О-о-о! Это скам с кема, ребят. Жёстко! Стан получает. Убили. Ну, а мистер Бартум пытался сбежать, но Глейпнер по дороге и... Два фрустапа. Юраги уже зверствует в этой игре, ребят. Блин, а может быть, Гиг Слейд не настолько плохи, но они всем подряд отдают Лину, и она их вытрахивает? Юраги! Юраги! Юраги, блядь, бездарь! Кикнуть его из УДЖИ! Ну, это пиздец! Просто остался! Ты чё там, тик-ток переключал, что ли? Алло! Пиздец! Они пошли его сейвить ещё! Хочет, все команды тут сдохнут за это! Утрое уже сдохло! Благо, хотя бы бустер улетел. Бустер ещё и Антареса засейвил, потому что на себя внимание переключил команду, и сам ТП нажал Антарес, убежал. Так бы они ещё и Антареса бы убили. Спасибо бустеру за это! Ставит вард на агро, видит и Никму, видит Лину. У Лины нет, кстати, БКБ, если что. Хороший Блэк Холл заходит здесь, и минус 2, хотя Тинни нажимает БКБ, пока что ещё живёт. Тинни пытается в этом БКБ убежать, проблему у Схема. Схема скамят, даёт он сайленс, но Миро даёт ему стан. Антарес подокрался откуда-то, не понятно откуда сзади, и в итоге он, собственно, дровку эту сзади-то и взял. То есть сразу же в день, когда мейджор заканчивается, в этот же день выходит патч. Возможно, чуть ли не сразу после мейджора, возможно, попозже. Херова разберёт. Так, Антарес вешает трек, Кокс, за ним тут гоняются, бустер нереальный, профессиональный прыгает вперёд-назад, вперёд-назад. Убивают Кокса, пытаются ещё убить Энчантерс, её тоже убивают. Минута, ребят, минута до потенциального Рошана. 30 тысяч голды ведут Хелл Рейзерс, но это много очень, конечно. Нет, в принципе, ещё один способ немножко ускорить это просто командам показывать, сколько они ведут, я не знаю, время от времени. Просто сказать, алё, братаны, в игре написать им, у вас 30к перевеса, вы можете закончить? Они такие, а, бля, у нас 30к, ёпта. Пойдём закончим, лол. Потому что это мы знаем, что они ведут 30к, а они не знают. Они такие, ну мы ведём, но типа хз, может, не так-то и много. Типа, блин, смотри, там у дровки тоже как бы шмотки есть. Ладно, у неё нихуя нет, на самом деле. Как видите, мне Valve нашли, наконец-то сделали дизайн-карты, 10 лет там примерно понадобилось, которые их устраивает полностью. Который является относительно балансным, учитывая, что он не симметричный и Black Hole, только без БКБ, но всё равно неплохо. С кем? Страдает, Энигма погибает, ёпка нереальная, профессиональная, и кажется, ашеры здесь будут уходить. Да, ещё минус один. Ну вот оно, ребят, классика жанра. Полезли. Ну, кстати, Юраги их 1 в 5 может убить. Вот, как бы, полезли, да, по Тир-4. Отдали немного преимущества. Не критично, конечно, байбеки и прочее, но всё равно, вот, сейчас с того глядишь, ещё и гексайты из-за этого Рошана заберут. И опять Тир-4 вышки, тут туда-сюда, всё вот это, вся вот эта вот история. Лес тьмы, лучше леса, света, в чём баланс? Ну, братан, это решает только на уровне супер-высоком. На уровне пива всем похуй, боже. Наслушаетесь каких-то там, блядь, непонятно кого, которые рассказывают вам про леса какие-то. Всем похуй, игра для 3к людей сделана. Средний рейтинг такой. Ты думаешь, там кому-то вообще есть разница, что лес, дайер лучше леса рейтинг? Да всем поебать, там лес-то никто не фармит. Я пару раз сыграл там игры, там, в принципе, в лесу нет никого, там какой-то ебалову на линиях бесконечные, и всё. Поэтому карта хороша. Учитывая, что карта, как бы я говорю, она не зеркальная, и вальвы не хотят её делать зеркальной, чтобы не было как в лоле. Для не зеркальной карты, для не симметричной карты, баланс на ней пиздатый. Не надо ничего менять, можно только хуже сделать. Ну, минорный, опять же, что-нибудь минорно там подвинуть чуть-чуть кэмп, вот этот там подальше, например, куда-то, чтобы нельзя было фармить вот их вместе. Окей, ради бога, это не глобальные изменения, это хуйня. Ну так, типа, ерунда. Но нажимать ему впадлу, байбек, есть глиф. И вот она, страна, у которой более удобный лес, выигрывает эту катку. Как неожиданно, блядь! У вас же лес более удобный, естественно, нахуй. Так, ставятся спруты, возможно, обузлые, из-за которых не видно трона, его нельзя бить. Неприятность, что вообще, по идее, их можно сломать по помощи Light Strike Array, эти спруты, и все. Но это даже не понадобно. Короче, ГГ. Вот и вся история. Также, НС полгода назад хочу второго Рошана. Нет, я хочу! Я хочу! Я был... Я надеялся, точнее говоря. Я не был уверен, потому что Вальвы никогда не прочитаешь и не прочитаешь. Но я надеялся, что на самом деле будет второй Рошан, это будет Праймал Бист, вот этот вот, что это будет не просто герой, а второй какой-то объект на карте. Надежда такая была, именно. Хотелось бы, чтобы так было, но... Но так не было. Тимберсоу. Не легионка никакая, это Тимбер. Ну, вот, решили что-то Тимбера взять. Возможно, почитали, что там силовики, плюс эти спруты. Фуриона всегда можно распилить приятно. Ну, и просто лайнинг, наверное, хороший для Тимбера там против Фуриона. Ну, короче, решили сыграть так. Это их дело, как бы. Их право. Их дота. Их игра. Их правила. Хотя-то пикают. Делать вид, как что на очке, смотрите. Делать вид, что... Хилку, хилку. Байтит на хилку. Байтит лоха на хилку. Ну, чё-то... Байт говна, короче, по итогам. Антарес. О-о-о-о. Ну, вот он и ФБ, ребят, подъехал. Антарес погибает здесь на ферстбат. Кокс забирает этот самый ферстбат. Еще дерево не помогает здесь прогреть, но, извините, ПТ и два бруска. Это вам ни шутки, ни хера. О, Арена от Кокза. Юраги! Внимание! Играет Юраги! О-о-о! Юраги погибает. Форт включает форму. Солча тоже убивают. Ну и... Может вышку ломать снизу теперь. Солча нет, чтобы ее хилить пока что. Я боюсь, что эта вышка здесь не устоит. И атака, это бустер наш. Бустер нереальный, профессиональный. Не может попасть по форсу. Нет маны на прыжок, а нет, он просто в кд ультимейт фури он полетел. Форс, за ним летит петушок. Это едет петушок? Он погибает. Бустер, давай, 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 бустер! Души их, дави их! Души их, бустер, дави их, бустер! Бустер! Сыграл на блалайке. Неплохая драка для Hellraiser с по итогам получилось здесь. Так, Соло пора отсюда валить как-то, но как, непонятно. Так, Соло успевает дать ультимейт, нормально, Соло под вышкой, под хвостка закинула патрон в Солоча. Но Солоча еще живет, а вот кокс уже походу нет, ультимейт фуриона залетает. Солоч пор жив, все-таки убивает его с Шурикен, но двух героев уже забрали у Гекслейт. Мужики из Ашер, все-таки улетает отсюда ДК, хватает ему ХП и на этом закончили. Вышку сломали, Гекслейт, это главное для них, наверное, в этой игре. Иначе задолбал бы хилить эту вышку Мистер Трен. Так, у нас здесь спалился Мистер Баунти Хантер на забирание руны, но по большому счету развел на Даст, получается, потому что просто нажал ТП и улетел. Прилетает Схем вниз, на Миро он упадает, но это на самом деле, Бректюнка, он упадает сюда, Миро он упадает сам на Схема, Миро что-то направо, налево, рядом уже Бустер, Бустер идет вперед, промахивается шваклбаклом, но идет дальше, это Бустер, его вообще ничто не может устроить, смотрите, Бустер, Бустер, опозорен был на Бустере, ебаный рот, еще и Миро сдох, и Бустер теперь трахать пытаются, но Бустер уйдет, на то он и Бустер, хотя на самом деле не факт, что он уйдет, за ним уже подхвостка бежит, да, но Бустер сейчас будет покататься, он нажимает прокатиться, покатился за подхвосткой, но нет, он хочет немножко покататься на лице у мистера Баунти Хантера, но вообще на самом деле уже как будто бы валить пара отсюда, да, опасно, могут и догнать, а все-таки трек на Бустере, продолжается качка, но Лину, который был начал неярко, начинает люто камбэкать, что неудивительно, Бустер топ 6 Нетворс, конечно, учился у лучших, но на Пангольере может быть много и не надо, так, пытаются Пангольера взять подхвостка, патрон закидывает Пангольеру подхвост, собственно говоря, но остальные Хеллрайзер спокойно выходит, отсюда все-таки больше ничего не будет, Кокс взял себе в бутылочку Аркан Руну, это приятно для него, и Блинк, он скоро себе тоже купит, Дуриан, за эти отвратительные фрукты, если что, вообще на любителя, он так-то типа вкусный, но воняет, но насчет вкуста это тоже на любителя, Станчик Юраги, аааа, почти, почти смог дать Стан, я вам бы все равно не убежал никуда, на самом деле, у Кокса был Блинк, и он был под треком, Юраги вновь нафидиал, я бы кикнул его нахер из УДЖ, конечно, все становится, конечно, Форс, нападал здесь на Антарес, Антарес на развороте трахнул, а он обещал, как раз засолить бомжей на петухе, вот и начинается уже, бегает здесь Роджер, ставит вардики, нападают на Кокса, убивают его, попался, молодой, но и тот же вышка на миде, упадет после этого, а что насчет Рошана, на Рошана рановато, Лина у нас пытается, здесь Травалады купить, вышка в миде падает, и вот так вот этот фраг довольно много, а значит в этой игре, потому что вышка падает, пространство открывается, дополнительное, у мужиков из Ашер погибает, здесь правда Соло, подхвостка промахивается патроном, пытаются взять Баунти Хантера, два Даста дают, Дискорд отключился, не смогли договориться, кто Даста нажмет, но, скорее всего, Миро должен БХа добрать, хотя БХа очень быстрый, догонит ли он его, ооо, какой дэмэдж от Виллендеза этого, это просто жесть, ой, видит Миро, хотят его убить, но могут за ним братишку-то вписаться, мужики, вписываются за братишку, пытаются взять Баунти Хантера, прыгают сюда Марсик, бьют Юраги, Юраги, а Егис, можно его разочек отдать, ничего страшного, с кем уже нажал бы КБ, а на самом-то деле, Киатаке будет его преследовать, да, у Киатаке же еще Аркан Руна, Юраги успевает дать статус, с кем погибает, и это был момент, дорогие друзья, на котором гикс-лэть проебали эту игру, а Ашер отправляются на мейджор, ну, кстати, шутки шутками, а это действительно подходит на правду, Ашер отыгрывает все свое отставание, после этого, всего действия, да, и Дота Плюс уже даже ставят тоже на Ашер, вот так вот, говорить, так сказать, подням, нету форса БКБ все еще, поэтому Киатака катается по нему, отблитковывается от стана, Солыч здесь, залетает, нормально, Солыч тут танкует, его бьют, Миро также спереди стоит, БКБшек, о, мужиков изгинствует, ни у кого нет, их просто сейчас всех Тимбер убьет, одного убивает, второго убивает, третьего убивают, где этот Фуриона боссаный, делает телепорт отсюда Фурион, сбить нечем, у Киатаки еще нет, Башера, я думаю, он купит себе со временем, все типы от Миро, потому что он тупо разъебал, ну так оно и было, он реально разъебал, здесь, ну и это был уже окончательный момент, где проебали Гекслайт, мне кажется, это еще пока, Фурион там как-то выживает, потому что у него, точнее, ни у кого из ХР нет Башера, но мне кажется, Бустер купит Башер себе, следующим артом, есть такая вероятность, и там уже не будет выживать, Фурион, его тоже будут убивать, и потом придется искать игрока вместо Юраги, в любом случае, Антарес, на развороте успевает дать дэмэджа, правда здесь все в БКБ, Антарес тут же байбекается, Соло без байбека, катается Бустер, убили уже под хвостку, Киатака укатывается, потому что опасно, БКБшки начинают кончаться, и в этот момент, кто-то начинает выхватывать пиздюлей, ой, как больно, гем выпадает из Марсика, под хвостка нажимает байбек, валяется гем, что-то на него всем пофигу, надо бы, наверное, его забрать, отчего он валяется, негоже как-то получается, так увидели, увидели Баунч Хантера, Крыска, что-то тут бегает, да, и убивают Баунч Хантера, убивают Баунч Хантера, и вместе с ним убивают и Рошана прямо сейчас, а гем так и, а не, забрали гем, а кто забрал, а, Кургер забрал гем, понятно, но видимо в пылу замеса не заметили Ашера гем, что он там выпал, кстати, шардик для петуха, это очень крутая штука, если что, я бы шард ему, на самом деле, оставил бы, ну, себе, ну, окей, отдают шард Мейро, ему-то тоже круто, конечно, долбит по вышке, Юраги готов эту вышку забирать, сейчас Мейро танкует, без проблем, вышка падает, у Мейро, я так понимаю, чуть ли не Хекс, там уже где-то должен подлетать, да, и Блинк еще сверху, охренеть, вообще, Тимбер тут какой-то супер жесткий, это Блинк Хекс, и шард еще бесплатный, Антарес, наворачивается от Копьяна, или Кокс просто не попадает, ой, что убила Антареса, ультимейтом Фуриона, и ультимейтом Белки, смотрите, просто 740, 675, такая вот история, начинается какая-то ебка, убили Бустера, с кем на разворот, по Мейро, Мейро выходит из окружения спрутов, ему по кайфу, но втроем остаются Ашеры, драться не хочется, пока что убегают, все форстафаются, Мейро ловит его, но тут на развороте, Лина просто влетает, Юраги делает фраг, Кокза тоже пытаются убить, он пока что БКБ нажимает, но ему это БКБ не помогает, Юраги бывает еще, давайте минус 3, с кем пытаются дать ТП, у него получится дать ТП, да, Соло после байбека возвращается, а тут уже Мейро гонится за форсом, у Мейро есть Хекс, он может форста и догнать, ну ладно, форста уже далековато, форста уже далековато, так что его не догнать, 3 в 5 развернули фактически сейчас Ашеры, что говорит, конечно, о глобальном перефарме на линии и Тимбере, слишком они сильные уже вдвоем, ну и все, Солч видимо колет заход на рампу, ну а почему бы не зайти на рампу, если там минус 3 героя, при этом у ДК БКБ, на КД, ладно, кстати, не на КД, но у Фуриона на КД, по крайней мере, вышка, будет нажиматься глиф, нет, не жмется, западение на Мейро, пытаются убить Мейро, ну удачи вам, ребят, у него БКБ, нет, больно ему, но он не погибает, а потрачено-то было все, БКБшки, арены, минус 2 героя делается, подхвостка без байбека, с кем пытается дать какого-то урона, блин, Мейро все-таки как-то погиб, в конечном итоге, как-то он умер, я так покатился, ну я так и просто зонит, я так понимаю оппонентов, нет плана там никого убивать, на глиф развели, Мейро, форстаф, шикарно, шикарно сыгранно, АТАШР, как же круто сыграли, развели на арену, на все развели, на БКБшки, на глиф, и при этом никто не погибает, и можно теперь продолжать, потому что форма в КД, БКБ у Марса в КД, арены нет, можно продолжать напрягать, Юраги подъезжает сюда, и давай ломают, нападают на Миро еще раз, удары Сильвера, Миро плохо, Миро погибает, вот о чем и речь была, Кокс, Кокса забирают, окей, еще фрустапают сюда, а мистера БК, его тоже убивают, Лина дерется против, Фуриона, драка примерно равна, у них получается, Фурион поймал притуха, пытается его убить, БКБ нажимает, ну корнишон, корнишон от Соло, Юраги, 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 Ладно, Бустер, дерется, против схема, Байбеки пошли, Лина с Байбека, стал по двоим, надо добить схема, буйствуют Юраги, после Байбека буйствуют, двойное буйство, нет, это не двойное буйство, это одинарное буйство, киатака забирает Кокса, и один последний живой у Гекслейт, это Фурион, он полетел фармить, он полетел фармить, он один живой, он фармит, фармит ГПМ себя, уйдет обратно, шмотки выбил, какие-то нейтральные, говорит, буду сейчас ебать вас, один, всех, блин, какие же ХР молодцы на самом деле, не, ну реально классно, вот кого вам ХР напоминают, вот скажите, я не знаю, кого мне ХР напоминают, но я могу сказать, что это, блядь, единственная нахер команда на мажоре, которая, получая преимущество, как бы заканчивает игру, то есть поняли, это не вот эти вот тундра душные, которые фармят 30 минут еще, преимущество в 30к, это не вот эти вот душные, да кто угодно буквально, на этом турнире сейчас, играет так, что захватил преимущество, и фармит по 40 тысяч преимущества, то есть захватил небольшое преимущество, и долго тлес еще 40 минут, и ты просто смотришь, Hellraiser в каждой игре, где они зацепили преимущество, где они чувствуют, что они сильнее, они заканчивают игру, они идут, и просто ее заканчивают, по крайней мере пытаются, при том, они не делают каких-то дурацких действий, они не влетают по Тир-4, они аккуратненько, окучивают противников с разных сторон, да, и, как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть забирают себе победу, но это очень круто, я думаю, что это вот конкретно это вот, этот плейстайл, это соло, я в этом уверен на 100%, потому что, это в его стиле, это так и в ВП, они играли в свое время, и вообще, но соло это игрок старой школы, он знает, что такое взять преимущество и не отпустить уже противников, как бы, не дать им поднять головы, так сказать, так что я думаю, что это его фишка, так или иначе, ну, в любом случае, короче говоря, Ашер молодцы, ребят, Ашер молодцы, как говорится, в Лиме, где-то в Лиме слышен Ор, соло берет шестой мажор, вот что-то типа того, где-то я в чате прочитал что-то, примерно такое, мне понравилось.